Твой профиль ВКонтакте обновился. Здесь можно выразить себя в контенте, в обложке, в обложке от нейросети. Обнови профиль и выражай себя ВКонтакте. Место встречи. Две тысячи километров по самой сложной, опасной и одновременно красивой российской трассе. Там, где ужасный человеческий быт и страшная история, выживаются с фантастической природой. Приглашаю в это путешествие. Это Колыма. Вы, ребят, будете реально выживать. Два человека, которые не знают, что там есть поворот, то это прям летальный исход. Звучало максимально плохо, братан, вообще. ВКонтакте, к счастью, мы не перернулись. Не, ну Колыма, ты мясище какое-то просто. Вот так можно остаться на Колымской трассе. В конце ролика мы покажем, сколько нам стоило именно оплатить бензин, чтобы проехать Колымскую трассу. Стрелку мы положили минус 50. Говорят, эту дорогу строили на костях. Тут нереально ехали. У нас самое главное, это доехать всю трассу до Магадана. Всем респекты. Я Габар. Знаете, я видел много различных испытаний, которые давали Лёше. Но пришло время по-настоящему сумасшедшего челленджа от Папы Габара. Радостик здесь. Лёг. Он больше не показывает стрелку, видите, даже меньше, чем... Ты уже был в Якутске. Был в Эмиконе. Но всё это полнейшая ерунда. По сравнению с дорогой смерти. Если мы сейчас в первом же повороте улетим с горы, то там никуда не видимо. Сможешь ли ты проехать две тысячи километров по самой опасной дороге в России? Колыма. Говорят, эту дорогу строили на костях. Там самые опасные перевалы, экстремально низкие температуры. А любая техника выходит из строя мгновенно. Делаю ставку, что ты со своей нежнейшей командой не проедешь и ста километров по дороге, которую строили заключённые. Так просто на дороге замёрзшая машина. Я не совсем понимаю, что с ним произошло, потому что вроде там навестись. Ну он замерзся, просто мотор. Так что твоя задача, Алексей, проехать все две тысячи километров от Якутска до Магадана. Сможешь или сики-сики? Мы находимся на самой опасной трассе в России Колыма. На улице минус 50 градусов. Здесь невероятно суровые условия, но очень красиво. Наша задача проехать всю трассу, которая протяжённостью две тысячи километров из Якутска в Магадан. И понять, чем она действительно опасна. И самое главное, конечно же, не замёрзнуть. Габар нам поставил очень сложные условия. Но честно, я не знаю, что нас может остановить. Надеюсь, вы смотрите этот выпуск в тепле. Погнали! О, смотри, всё есть. Всё есть, всё есть, трассы, всё есть, да, всё указано. Это совсем тут, ну, прям говно? Ну, так уж, вроде нормально. Так, ну-ка, там просто прям много всего, но я вижу, что там много всего, что нахрен ему. Меня зовут Мерлан, я экстремальный автопутешественник. Ну, Колыма, в первую очередь, притягивает всех путешественников к своей опасности, своей загадочности, своей мистикой, скажем так. Это совокупность всех факторов. Там много правды, много неправды. И, как бы, вот тем самым колымская трасса заслужила себе вот такой бренд опасной трассы мира. Ура! Закупили всё. Теперь не верится, мы идём за Хайликом, который проехал 7 тысяч километров, даже больше. Чуваки, с Москвы приехал. Нам предстоит на нём ещё две тысячи километров проехать. Офигеть. Слушай, оно сразу, да, чувствуется уверенность? Наша тачка. Это не вот эти крузаки. Да, наша тачка. Ну, смотрите, Toyota ваш, это уже 80% успеха. То, что его красный сделали, это ещё 10. Если Богдан Булычёв согласится и наклеит вам мишку, это ещё 5%, 95%. Всё, вы пройдёте. 5% мы втроём, да, наберём? Ну, если постараетесь. Я никогда не думал, что двойные стёкла это так легко делается. Проблема с приколом в том, что это не стёкло. Ну да. Я думал, это стекло, прям стекло, стекло. Ну, хайлюкс, какой же он сочный. Естественно, перед тем, как ехать, нужно проверить все функции машины. Так работает лебёдка. Сейчас проверим, как она работает. Мы реально во все оружие подходим к этому самому экстремальному путешествию. Меня зовут Богдан Булычёв. А расскажи, чем ты занимаешься? Там, сям, здесь, туда-сюда. Немного там, немного здесь. В его случае это максимально... Не, ну это всё в пределах, как бы, полярного круга. Итак, посмотрим на карте наш план. Так, короче, смотрите, вы стартуете, выезжаете в Нижнем Бестяхине на трассу Колыма. А там водная, да, и будет немножко... Ну, летом бы вы нарвались на переправу, вам бы пришлось бы ждать в очереди, и это было бы долго, а сейчас лёд, вы просто едете. А какой шанс, что он провалится? Примерно такой же, какой есть шанс того, что вы доедете до Магадана. Он есть. Блин, звучало максимально плохо, братан, вообще. Первая остановка у вас должна быть в Хандыге. Так. Здесь порядка 500 километров. Ну, я вот так вам просто буду писать. Вообще весь ваш маршрут будет делиться на 2000 километров, разделенные по 500, то есть 500, 500, 500. Каждые 500 у вас будет остановка. Слушай, а вот это вот и есть зайчья петля? Получается, здесь вот хребет Черского, там, Вилюйский, они его там по-разному называют. В общем, вот здесь вот сама эта петля-то будет. Следующая остановка у вас полюс холода. Вот здесь я нарисую льдинку. Давай, она будет вот такая вот лютая льдинка, потому что это лютый полюс холода. Это худшая льдинка, которую я видел. Давай напишем минус 60, может, там может быть минус 60. Вы должны вот помнить, что может быть минус 60. Обещают, что будет минус 54, минус 57. Что по температурке, вот, минус, даже не богатый. В Эмиконе есть старая трасса, вот она проходит вот сюда, выходит сразу в Магадан. Этой трассы нету. Это как раз та дорога, где замерзли ребята. Это как раз та дорога, которую невозможно проехать зимой. Но вообще трасса Колыма опасная. Если говорить о ее опасности 5 лет или 10 лет назад, то она, конечно, менее опасная. Но, тем не менее, она до сих пор входит в число самых опасных трасс не только России, но и мира. И в зимний период ее опасность заключается в том, что в случае выхода из строя техники, или если, не дай бог, вы повернете не туда, то есть возможность не просто сломаться и остаться там, а есть возможность даже, как бы, ну, так скажем. Были случаи с летальными исходами. Совсем недавно, вот, на трассе Колыма год назад двое ребят просто свернули туда. Офигеть. Ну, вот и закончился старый Колымский трасс. Тут нереально. Вот. Ну, и все. И дальше у вас остается порядка еще тысячи километров. Здесь у вас будет Уснера, ее нет на карте. Дальше у вас будет город Сусуман. Это второй город по величине на Колыме. Вот столица золотодобычи всей России. В общем, вы здесь должны принять решение. Как говорится, в лес по самой ягодице, через ягодное, или все-таки в объездную по трассе, которая очень красивая, и она тоже опасная, потому что на ней есть прижим. И следующая остановка Магадан. В Магадане я однозначно вам рекомендую приехать в Ногаевскую бухту, про которую пел Высоцкий. Это край земли. Вот вы должны сейчас понять. Смотрите, есть весь наш Евразийский континент. По круглогодичным дорогам самая восточная точка, куда вы можете доехать, это Магадан. Здесь дорога заканчивается. И как раз трасса Колыма переходит в проспект Ленина и финиширует ровно Ногаевской бухте, ровно здесь. То есть вы упретесь в море, там будет норвежская кофейня и маяк. И вот здесь вы должны зафиналить свою поездку. Если вы до туда добрались, все, у вас все получилось. Если вы до туда не добрались... Сразу тебе звоним и хвастаем. Да, если вы не добрались, то помните, что за вами едет красный москвич. Слушай, какой шанс, что нас обгонит? Да, вот вопрос. А ты можешь нас обогнать реально на москвиче? Получится какого-то числа планируешь быть? Я могу вас обогнать на москвиче, но я выезжаю 5-го числа с утра. У вас есть фора. Сколько дней? Два. Ну, да, могу. Я могу вам сказать только одно, ребят. Все, удачи вам, мужики. Давайте. Удачи. Спасибо. Спасибо большое. От такого человека приятно. Спасибо, спасибо. Главное сохранить эту карту. Мне нравится у вас заряженность ваша. Вы очень хорошо заряжены максимально, оптимистично. И с юмором у вас все нормально. А в наших холодах, когда у тебя юмор, что нормально, это считай полпогода. Дом вообще нормальный. Правда, можно заезжать и жить. Очень хочется сказать спасибо Arctic Explorer за то, что они дали вот такой супер теплый пуховик. И мы в Якутске при минус 57 не замерзли. У них действительно классная, качественная и стильная одежда. Ссылка на их сайт будет в описании под этим роликом. Один из самых важных моментов. Вчера мы вроде бы разобрались с нашим вебастом Эбершпехер. И сейчас мы посмотрим, машина наша грелась вообще в сурочке или нет. Понять все просто. Если жужжит пока под капотом, значит все хорошо. Если нет, то нехорошо. Ну-ка. Ну, братан, тишина. Не жужжит. Это проблема. Нельзя первое оглушить машину. Нельзя заливать плохое топливо. Нельзя съезжать с дороги туда, где ты не знаешь каких-то мест. Не предупреди в кого-то, что ты туда съезжаешь. Если честно, мне кажется, мы больше дырапытаться не будем, потому что следующей ошибки у нас нет права. Да, у нас нет. Сейчас его надо завести. А сколько стояло? Всю ночь? Да. Это плохо, да? Да. Слышно там? Да, прогрев пошел. Сначала просто зашибись. Внимание, замерли. У-у-у, Тойотка, ребята. Пережила малышка, молодец. 22 минуты. Ну, Арктик-трак, ни херня собачья. Арктик-трак, ни херня. Просто потрогай сапог. Короче, ребят, все у вас хорошо. Машина у вас кошерная. Вот, но вам нужна наклеечка, которая добавляет к проходимости. У меня здесь одна. Пока мы стояли, одну забрал по тысячу, вот одна как раз. Да, реально? Да, так что? Отобрал. Все будет, короче, нормально. Еще раз говорю, просто спокойно едьте, тачку не глушите. И прежде чем съехать дороги, вот прям два раза подумайте. Хорошо. И на третьей уже примите решение. Хорошо. Спасибо, все, удачи. Удачи вам. Ирланд, спасибо, брат. Отпиши, удачи. Удачи. Все, что мы говорили, это угорали, на самом деле. Проедете на изи, все будет окей. Все окей будет. Все, спасибо большое. У нас градусник лежит, и у нас начинают замерзать двойные окна. Будет где-то 10 градусов разнятся. Там есть низина, там есть ущелье, там есть высота. Где-то будет плюс-минус 10 градусов гулять. Это как можно понять? По выхлопу автомобиля, на дизельной машине, когда температура ниже спускается, выхлоп, она как облако, как такой кустой уходит. Никито, скажи, пожалуйста, штурман, что у нас сегодня? Сегодня наш план доехать до Хандыги. Это порядка 500 или 600 километров. Соответственно, посмотрим, сколько вообще навигатор будет писать туда ехать. И самое главное, мне нравится, что нам сразу предупредили, как только мы выйдем с Якутска, сразу же практически будет зимник. Я никогда не ездил по зимникам. Ты ездил, брат, по льду? Но тут только на Байкале. 7,5 часов пишет ехать до Хандыги, 420 километров. 420 километров? Да. И сразу переправа, реально. Меня больше всего напрягает, что больше половины дороги, оно серое. Офигеть. Тут вот чуть-чуть зеленого есть. То есть тут нет трафика или что это означает? Там Яндекс не знает, что там, типа, в плане трафика. То есть там ездят ли там машины вообще. То есть ему это даже не надо знать, насколько это непопулярная дорога. Меня зовут Илья Удовенко. Я являюсь старшим научным сотрудником музея истории ГУЛАГа. Построено на костях, это как, знаете, говорят, что Петербург построен на костях или что-то построено на костях. То есть при лагере существовали лагерные больницы, где заключенных лечили. И при лагерных больницах и при лагерных пунктах существовали лагерные кладбища, где захоранивали умерших заключенных. На нашем градуснике, помимо температуры, есть еще процент влажности. Вот тут есть, значит, влажно, норма и сухо. Наша стрелка засухо еще на сантиметр вверху ходит. Больше всего я боюсь, это что-нибудь, если сломается, либо в кювет уйдет. Это же реально дорога, это же очень опасно. Бля, как так? Это называется вот плохой степенью дорогу. Реально вот съезжаем мы, просто дорога на льду прям. И тут все знаки будут стоять, тебе все, что хочешь. Слушай, это практически как обычная дорога. Да, да, мы тоже как-то на Байкал въезжали. То есть ты даже едешь, ты не понимаешь, как у меня начинается лед. С ума сойти, просто поля, слышишь? Офигеть круто выглядели. Просто огромная штука едет, да? Офигеть, вот он бесстрашный. Слава богу, мы халик проверили на оффро. Да, да. Потому что что-то очень... Не, ну тут опять же, камера никогда не передает рельеф, но тут просто такая разбитая дорога от Камазов. Ну это просто жесть, как они тут вообще ездят? Зимник заканчивается. Прям сразу чувствуется, почему эта трасса названа самой опасной в России. А представь теперь какой-нибудь 50-60-е годы. Как они это делают? Как? Я не представляю, как люди здесь работали и жили. Это же просто нереально. По начальной смете, когда дорога начинала строиться в 1932 году, было заложено, что на участок от Магадана до палатки надо выделить 3600 заключенных. Но по факту целый год заключенные строили эту дорогу и выяснилось, что в реальности эту дорогу строят не более 500 заключенных. И, соответственно, потом эта цифра постоянно наращивалась как-то, то есть старались больше привлечь к строительству. Сейчас точное количество заключенных, участвовавших непосредственно в строительстве этой дороге, остается неизвестно. Мы знаем точное количество заключенных, прошедших через лагеря Колымы. Это порядка 750 тысяч заключенных. И мы знаем, что примерно каждый седьмой, каждый восьмой заключенный из этого числа умер. То есть умерло порядка 140-170 тысяч заключенных. У нас было написано, что там поворот, но его просто нет. Да, его просто нет. Вон поворот налево, да нет, он есть. Умерен. Ну а что, вот он. Хочет туда поехать? Ну так показывает дорога. Вот туда хочешь поехать, серьезно? Да, все, поехали, это он. Это нормальная дорога. Мы как почти по Арбату. Чтобы вы понимали, нам ехать по такой дороге километров 50 примерно. Мы как по Арбату, братан, ездим. Все в порядке вообще. Самая большая опасность – неопытность водителя. Я не знаю ваш опыта, я не могу сказать, что это вы. Я 10 лет, у этого 35 лет. Потому что мы полтос. Но 10 лет городской езды – это… Да, 10 лет городской езды. Ну, значит, нет опыта. Просто сейчас интереснейшая история была рассказана, и мы стоим в кювете. Вот наш тормозной путь. А как так получилось? Счастью, мы не перевернулись. Как так? Это называется вот плохое степление здоровья. Во-первых, извиняюсь за… Возможно, это будет грубо звучать, но можно я дальше поведу? В смысле, мы нормально ввел? Я нормально ввел? Газу, газу назад чуть-чуть. Ну, просто у тебя ни одно колесо не крутится вообще. Что ты сделал с машиной? Суп ехали, просто обсуждали. А прикиньте, тут останемся нахрен, сломаемся. Больше всего я боюсь, это что-нибудь, если сломается, либо в кювет уйдет. Это же реально дорога, это же очень опасно. У меня связи ноль. Вообще ни одно уделение. У нас нет связи. Бро, давай я сейчас сделаю как бы хуже, не сделаю. Хорошо. Еще. Все, все, стой, стой, стой. Я так и знал, что… Кто там? Вы что, гоните? А что вы там сделали? Вы гоните? Я выезжал из сугроба, блядь. Вы даже не закрыли борт. Мы проехали 150 километров где-то. Ну, 120, 130, 150 от Якутска и дорога хорошая закончена. Мне кажется, не стоит ожидать, да, больше асфальта? Я думаю, что будет только хуже дальше. Только хуже. Она мало того, что просто разбитая, вся в ямах, на нее еще и наросший весь лед, снег с трамбован. Мы едем по всей трассе и видим вот такие холмики с открытыми дверьми. Пацаны говорят, что это туалет. Я предлагаю зайти, посмотреть, что это. Ну, иди давай, ты первый, ты же в этих. Окей. Я просто уверен, что это туалет. Давай. И это вообще не пугает. Что, туалет? Ну, ты гонишь туалет? Вообще ни разу не туалет. А что это? Тут написано «высокое напряжение». Вот таких штук на трассе Коломат дофига. Что там? Да, это электрическая какая-то тема, короче. Электричество? Я думаю, да, что там не электричество. Ну, ладно, с любой прав. Ну, я открасил. Никто не будет из бетона делать туалет. Так стемнело. Тачек абсолютно нет. То есть мы едем одним недопущением. Время 6 часов вечера. Нам еще ехать до Хандеги 2 часа 9 минут. Нам главное добраться до... Прям до ночи в Хандегу, потому что нас там ждет отель, ну, как они ее так называют, где мы сможем перед ночевать. Если мы не успеем доехать, мы просто где-то останемся в другом месте. Доехали. Сейчас главное найти гостиницу. Мы не знаем адрес гостиницы. Главное его найти. И заправить машину, потому что мы... От полного бака у нас осталось 82 километра. Видео 78 рублей. 70, мать его, 8 рублей. Так, полного бака, интересно, сколько будет стоить? Марады, видеть вас на нашей автозаправочной стаде. Смотри, вот это под толще будет. Вы выбрали... Марады, видеть вас на нашей автозаправочной стаде. Смех в руку, ты сейчас принесешь. Слушай, какая основательная. Калубка номер 6. Обжигает? Ну да. Ну здесь такая цивилизация, вообще я не понимаю, заправка как в Москве. Просто один в один, по-фе, вон есть. Сейчас отправляемся спать. Машину мы, естественно, не глушим. Интересно, сколько Халик съест за ночь. Мы заселились. Это наш супер топовый номер на троих. Диманчик здесь, я здесь, Никитосик здесь. Никитка, как у нас? Завтрак причем. Стоимость. У сладкого. Вопрос такой, вы когда-нибудь видели, чтобы яйца продавались поштучно? В пакетике. 16 рублей одно стоило. Что, дорого? Дорого. 16 рублей одно стоило. Клубника, там продается клубника, во-первых, я охранял. За килограмм 1800. 1800 за килограмм Москва, Питер. Это Хандега. Сейчас мы отдыхаем, ложимся спать, потому что сегодня была очень сложная дорога. Завтра мы рано встаем. Завтра будет еще сложнее, напоминаю. Да, потому что и мы завтра едем в полюс холода в Эмикон. Следующая остановка у нас будет примерно 500 с лишним километров, но об этом все завтра. Завтра мы едем до Эмикона. Все, увидимся в другом. Доброе утречко. Вот такой рассвет в Хандеге. Проверяем, сколько он сожрал бензина. Вообще нихрена не сожрал. Серьезно? Вообще ноль? Просто нифига, там неисправность в режиме 2D, 4D он написал. Если машина здесь так промерзла, то я просто не представляю, что будет в Эмиконе. Потому что все мы знаем, что это наш полюс холода. Самая холодная точка в мире, где была зафиксирована самая низкая температура. Говорят, что это было минус 72, но официально минус 67,7. Посмотри, видишь эту крошку? Ну да. Это просто уголь. Посмотрим после выхолопной системы. Помним, как в Якутске вот эти были нару... Это наросло от наших друзей. Прикинь, тачка всю ночь стояла вот такой вот. Как это правильно сказать? Сталактит реально. Сталактит как-то образовался. Просто жесть. Не, ну колымают. Это мясо, это мясище какое-то просто. В идеале, конечно, вам нужно было проехать до Мурманска, ну там по трассе Кола какой-нибудь. Потом съездить на Ямал, вот, потом, возможно, проехать где-нибудь в районе Урала, может быть, Сибири. И потом приехать только на Колыму. Вы сразу приехали на Колыму, поэтому, ну, это как минимум заслуживает уважения, а как максимум, ну, нам будет сложно. У нас самое главное – это доехать всю трассу до Магадана. Пока. А мы сейчас покажем, насколько стали квадратными колесами за ночь. Интересно, как это передает камера, но прям в салоне чувствуется очень синяк. Прям вот так вот, как бременский музыкант. Если верить навигатору, сегодня нас ждет восемь с половиной часов пути и пятьсот десять километров. Причем по пути у нас будет знаменитая «Заячья петля», которую я предлагаю поменяться. Соглашусь. Соглашусь, мы меня просто автоблогера взяли из-за того, что я вчера немножечко закрутила меня. Ну, накосячил чуть-чуть так. Короче говоря, пока едем, с такой красивейшей картинкой это делать, ну, вообще, так, в удовольствие. Если учитывать, что нам пятьсот километров пишет ехать восемь с половиной часов, это значит, что дорога очень плохая. Там «Заячья петля» есть такой опасный участок, она полностью была еще не… Как бы там ремонт еще не начался, и там она как бы очень опасная, узкие повороты, узкая сама по себе дорога. И что очень опасность еще, она как лоток. И большие машины, фуры, которые возят грузы, они не могут на край дороги выйти, они скатываются посерединке ездят. Если ты видишь, что фура на стречке едет, ты просто смело ныряешь в сугроб направо, пропускаешь его, там, достаешь лопатки, откапываешься и едешь, радуешься дальше, что он тебя не снес. Только мы выехали на трассу, и сразу температура ударилась в минус 40, если верить вот этому вот датчику, просто минус 40. Это означает, что мы реально двигаемся в сторону полюса Фуролда, Омикона, да. Для этого у нас везет еще один градусник. Только хотел сказать, что к счастью, мы позаботились, и если верить ему, то сейчас уже минус 47. Просто 47, минус 47. Все, связи нет, мы как из Хандаги выехали, ноль. Слава богу, что мы загрузили карту Магаданской области, Республики Саха, и из-за этого у нас есть Яндекс.Навигатор. Но мы не дебилы, мы взяли с собой спутниковый телефон. Если вдруг что, будем звонить по спутнику на телефон. Но связи просто нет. Первая встречка за долгое время. Просто минут, наверное, 40-50 не было ни одной машины, и тут фура. Да, и мы догоняем еще вторую фуру. Я так вообще нигде не видел, чтобы вот там машин, так столько дыма было, чтобы трасса так плохо выглядела, чтобы машин вообще не было, чтобы населенных пунктов не было. Тут просто все в скупе. Тут нет ничего абсолютно, вот вообще никакой жизни. Просто как это пробивали трассу в 30-е и 40-е годы, я тоже понятия не имею. Я не понимаю, в какой момент это произошло, но просто вот этот жесткий, гравийный, где-то, извините за выражение, резко превратился в шоссе. Просто дорога, по которой можно ехать. Что это? Откуда она здесь? Офигеть. Вот так едешь, едешь, просто машину ловишь, ловишь, и начинается хорошая дорога. Я засек, было 420 запас хода, стало 417. Ровно 3 километра. Все, опять то же самое. Там у них даже местные называют этот райончик «Американка». Там небольшой заасфальтированный кусок, 10 километров, да. Местные называют ее «Американка», что это единственный асфальтированный участок. Я не понимаю, как происходит. Опять дорога хорошая. Что за бред? Проехали еще 7 километров, опять трасса. Опять нехорошая дорога. Интересно, ну он же мог остаться здесь прям? Ну он, наверное, застрял, и его... Ну как он на гусенице застрял? Вряд ли он застрял. Он, скорее всего, сломался и пока... И ждет весны? Ну, типа так, конечно. Очень не хочется, чтобы маленький халюксик вообще что-то с ним происходило. В данном случае вообще, и вообще всю жизнь. Халюксик мы тебя очень сильно любим. Заветная четверть пути пройден. 500 километров. 500 км. Четверть пройдена. Самая опасная трасса в России. К счастью, это есть у вас, мужики? Нет, потому что это только четверть. Да ладно, 500 километров уже проехали. 500, мужики, все в порядке вообще. Начинается самый... Один из самых опасных участков на Колыме. Мы же не просто так взяли автоблогера, у которого топ-контент это тысяча килограмм. Давай, братан, самый опасный участок дороги. Ну я ездил по-разному, по-разному. Но тут как бы, если мы сейчас в первом же повороте улетим с горы, я не виноват. Там очень узко, и там разъехаться нереально. То есть это вот такое узкое горлышко в бутылочке. Если вот там будет два человека, которые не знают, что там есть поворот, то это прям летальный исход железобетона. Ну потихонечку, значит, так вот, ток сказал. Короче, началась реально узкая дорога, серпантин. В некоторых моментах, когда идет поворот, она еще сужается. Я понимаю, что вот если сейчас вылетит навстречу фура, то как бы, во-первых, как нам объяснял до этого Мерлан, он говорил, ныряй в сугроб, а тут как бы сугроб, и за ним прям такой небольшой спуск километра. Смотри, он в югроб. Я вижу, вижу, вот, видишь, какая узкая. Не переживай, я контролирую, но это прям опасно, реально опасно. То есть тут, ну, две машины в середине, ну, никак, смотри, не поместятся никаким образом. Нет, не поместятся, надо реально тормозить, остановиться. Так, у нас еще один, внимание, опасный участок. Мы остановились, чтобы немножко показать, как на Колымской трассе можно реально жестко влететь. Вот так можно остаться на Колымской трассе. Скорее всего, вот оттуда ехал, вот, подлетел на горе, не увидел, что здесь спуск, его, ну, начал тормозить, юзом поставил, а его вот так вот. Это на всякий случай напоминание, что мы на одном из самых опасных участков дороги Колыма. Погнали. Ребят, мы пол пути почти проехали. Пол пути. Главное теперь, чтобы нас не подвела старая дорога, которая идет от Аймекона за ним. Напомню вам, что там произошла страшная трагедия, там как раз-таки замерзло двое молодых человек, одного удалось спасти, другого нет. Но мы попробуем проехать за ними эту дорогу. Неделю ровно столько родные искали его и друга Сергея Устинова. Вместе они отправились из Якутска в Магадан, чтобы перегнать машину. Для Сергея это путешествие стало роковым. Организм не выдержал такого испытания. Почему ребята заблудились тогда и замерзли? Вот эта история совсем недавно была. Они по старинной дороге шли. Почему, не знаю. Но это уже там давно же люди там не едут же. Может, у них старая карта была. Но так-то если прямо вот по старинной дороге ехать, то это быстрее доедешь, конечно, до Кадыкчана. Очень много горных рек. Все мосты уже развалились. Это в каком году-то построено. Через эту дорогу у нас было с Магадана обеспечение. И оттуда возили с Кадыкчана. Это там уголь добывали. И вот для отопления перевозили уголь. То, чего мы так долго ждали. Заячья петля. Смотри, могила сразу. Это, чувак, это могила. Тут сразу же у нас автобус, видите. Два километра протяженность Заячьей петли. Мы думали, что она уже там началась, но на самом деле, где Заячья петля, ее прям пометили. Чуваки, вот этот самый опасный участок. Немного шок от спутникового телефона. Мы сейчас хотели позвонить и забронировать отель. Набираю телефон. Нет связи с сетью. Чуваки, это не постанова. Сим-карта внутри. Это просто шок. У нас нет спутника. Это единственное, что могло, если что, спасти нам жизнь. У нас на полном сервере тут одна полоса всего. Просто одна. Надо ехать за субботу. Это трасса. Это трасса. Мы просто едем по трассе, которая просто уходит в Кювен. Мы поднимаемся с гору, да? Да, я просто еду и думаю, а что делать, если будете ехать? Фура? А как оттормаживаться? Ну, в смысле, она как оттормозиться? Может, помедленнее чуть-чуть будет? Не в этом даже проблема. Просто тут некуда уйти. То есть, вообще некуда. Просто едешь и не знаешь, чего ждать. Да. Вот типа, что там за поворот. Заячья петля. Нужно ехать очень аккуратно. Там есть у нее выезд такой после нее через лесок. Где вот я всегда еду. Я знаю, что там вот есть этот вот выезд. И ты ожидаешь, что ты сейчас выйдешь. И навстречу тебе вылетит КамАЗ. Там преодоление Заячьей петли. Петюничка. Петюничку. ДИЗЕЛЬ Братан! Чего это произошло? Почему такая жесть? От холода и от ветра, видимо, оторвало нахер. Дизель стоит 78 рублей. Пока это самая дорогая цена. 78 рублей. А 95 рублей 58. 20 рублей разница. Самое главное, ты забыли. Дорога-то проехали. А сколько стоит топливо? Ну-ка. Я думаю, 34. Мы приехали на заправку. И там вот такие псы-барбосы. Барбосы. Они были. Барбосы. Так, ты левому, я правому. Давай. Раз. Смотрите. Давай, давай. Да, дай ему, дай ему. А я правому. Готов? Давай. Так, подожди. Он попал? Ну, он съел, да. Все, парни, давайте. Вкусно? Все, домикон осталось. Совсем чуть-чуть. 200 километров всего-то. Дорога все сужается, сужается. Тут видно, насколько природа сильнее цивилизации. На сто процентов, да. Насколько вот деревья уже просто поедают дорогу. И просто съедают ее еще чуть-чуть, и они полностью, ну, полностью дорога зарастет. Подъезжаем к Комикону. Вот так промораживается стойка. То есть тут такие низкие температуры. Просто офигеть. Стрелку мы положили минус 50. Так, самые главные споры. Кто зарегистрировал 71,2 градуса? Обручев Сергей Владимирович зарегистрировал эту температуру, чуваки. Да, она неофициальна. Парни, я поздравляю. Мы реально доехали до очень крутого места. Господи, сейчас мы увидим то, ради чего мы просто 12 часов практически ехали. Блин, чувак, вот она. Вот то, ради чего мы ехали. Офигеть. Мы, мать его, в Амиконе. Написано, село Амикон внесено в трех книгах рекордов Гиннесса, как самое холодное место в мире, где проживает человек. Официально занесено в книге рекордов Гиннесса. Сейчас мы к местной легенде пойдем спать. Тамара Егоровна ее зовут. Здрасте. Скажите, пожалуйста, у нас вопросов есть несколько. Мы же у вас остаемся, правильно? Заговодили, пожалуйста. Холодный вот так. И сейчас гараж... Нет, гараж нам не нужен, наверное. Мы оставим машину в холоде. Ну, она будет заведена. Гараж можно выкушать? Это сейчас приедут, вас поведут в гараж, потом вас машиной повезут, шофера сюда повезут. Обрат. Да. Ребята остались осваивать дом. Я приехал ставить машину в гараж. Смотрите, как он выглядит. Какая-то избушка такая. На курюх ножки. Ну, не сказать, что здесь прям жара, конечно. Но нормально. Мы приехали. Сколько мы примерно провели часов в дороге сейчас? 13 примерно. 13. 22.57. Мы выехали 8. Ну, 50, да, где-то. 14 часов в дороге по самой жесткой, нереальной дороге, которая только могла быть. Мы в Эмиконе. Все, увидимся завтра. А мы пойдем восстанавливаться. Реально, в Эмиконе просто святые люди. Они нашу тачку отогрели. Мне кажется, такая люксия, знаешь, такой думает, господи, да, господи. Тачка такая просто идеальная. Все по температуре, вот, минус, даже не покатывает, как бы. Минус миллион. Мы выехали из Эмикона, и сейчас наш штурман расскажет наш план. Во-первых, у нас произошла смена караула, теперь Леха у нас рулит. Это нехорошо, потому что мы сейчас едем в Усть-Хакчан. До него нам по нормальной дороге ехать 690 километров, или порядка 12 часов. Но мы хотим попробовать сократить дорогу, и вместо 690 километров, возможно, проехать чуть менее 200. И мы поедем по старому, по старой дороге. Называется она Старый Колымский тракт. Да, это та самая дорога, где примерно год назад двое молодых ребят из Магадана гнали тачку. Google Навигатор повел их по именно этой дороге. У них была Toyota Chaser, этот седан такой. И они замерзли. Один из них нас. Смотрите, это Старый Колымский тракт. Направо мы через Уснеру поедем, куда нам в Усть-Хакчан. Налево, если поедем, там старая заброшенная Колымская трасса, где как раз таки и произошла трагедия. Были случаи с летальными исходами. Совсем недавно, вот на трассе Колыма год назад двое ребят просто свернули. Смотрите, вот идет Старый Колымский тракт. Я пытался по нему дальше пройтись, вот так вот, да? Потому что если отдаляешь камеру, то сразу пропадаешь. Я поставил на нем точку, вот здесь чуть дальше. И он ведет вот так вокруг и пишет, что один день три часа ехать через ту же дорогу, которая через Уснеру. То есть там нет, да, связи? То есть он пишет, что там нельзя ехать. Лучше как раз пользоваться Яндекс.Навигатором, потому что он, так скажем, проводит более по правильному маршруту. Его алгоритм работы такой, что он вычисляет автомобили, которые пользуются этой навигационной системой и допрокладывает маршруты, по которым они едут. Соответственно, алгоритм Яндекс.Навигатор поведет вас по основной трассе, потому что большая часть потока идет там. А алгоритм Гугла воспринимает эту дорогу немножко по-другому. Он ее воспринимает по значимости трассы. Вот так выглядит топовая заправка около Томтора. Знаешь, какой момент есть? Я говорил с Валерой, который гараж нам давал. Он сказал, что хорошая заправка, когда там есть топливо. То есть его может не быть. Ну, с такого нечто. Ну, он так сказал, по крайней мере. Деньги оставляем и вставляем, да? Я не знаю, девушка. Ну, у нас там четверть бака сейчас. А сколько он стоит литр? 78, хорошо. Бензин у нас получился на 4400 рублей. Вы помните, что в конце ролика мы покажем, сколько нам стоило именно оплатить бензин, чтобы проехать Колымску. Так, смотрите, осталось нам 700 метров до какого-то моста. Если попытаться вот за этим мостом поставить точку, что мы едем сюда, он не может проложить маршрут. И вот что он делает. То есть он пишет, что вот, надо ехать в объезд один день 6 часов. Вот до этой точки, которая вот на столько близко с нами. Вот такой объезд, сука, понимаете? У него же... А, он разрушил, слушай. Да ладно, погнали. Это все, дороги конец? По поводу не так просто все оказалось, да? Кто-то тут вроде когда-то ехал. Вообще непросто, смотри, тут вообще ничего нет. Сейчас посмотрим, вообще, насколько... Пешком кто-нибудь стрёмно идти, ты уверен? Рон, смотри, тут дырки прям. Ну, давай посмотрим. Это очень опасно, что может быть дырка в любом месте. Да, дырка может быть. А, ну, как бы вот, например, да, дырка? Ну, да, 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 да. Офигеть. Ну, вот и закончился старый колымский тракт. Ну, тут нереально ехали. Просто представляешь, сколько нам надо сейчас обратно проехать? Это то, что мы в Эмикон ехали назад туда и обратно возвращаться. Через Уснеру. Ты так скажешь, вот ты видишь, да, тот конец реки, да? Да, он так близок. Ехать 3 минуты дотуда, а навигатор пишет до того конца. Один день 6 часов. Немножечко об атмосфере. У нас градусник лежит, и у нас начинают замерзать двойные окна. Просто, если до этого двойные окна держались, справлялись, то теперь буквально маленькие лазейки остались. Правда, становится вот внутри немножко поселяется такая, как сказать, с**ка, которая говорит, если ваш с халюксом что-то случится, вы, ребят, будете реально выживать. Мы выехали на ту развилку, вот, Магадан, Якутск. Мы едем теперь в объезд по новой дороге. Наша задача доехать до Усть-Хакчан. Его еще остается быть телепезным месье, пожалуйста, сказать. Примерно 580. 580 километров. Сейчас 14.41. Меня немножко пугает, знаешь что? Что? Что именно сам населенный пункт Усть-Хакчан в Яндексе не находится. Я красивее мало чего видел, серьезно говорю, очень красивее. Ну, и дорога это самое, наверное, красивое, что ли? Это очень красивое. Наверное, все-таки сама по себе трасса не давит психологически, потому что будет невероятно красивая природа, вот, и сама локация плюс мороз, он будет вас точно отвлекать от этого. Но если абстрагироваться об этом и вот углубиться в плане ГУЛАГа, то, ну, наверное, да, когда ты знаешь всю эту историю, то оно может тебя поджимать. Но в целом, еще раз говорю, вас отвлечет мороз. Поверьте мне, вам будет не до этого, это точно. Ну что, мои хорошие, почти полпути, полпути мы проехали. Тысяча девяносто четыре километра осталось до Магадана. Да, мы ехали, получается, тысячу километров, сколько, три дня? Ну, мы живем здесь, мы просто сжигаем эти дачки. Внимание, впереди опасный участок дороги, Альчанский перевал. Вот так вот выглядит этот перевал, ну, достаточно такой. Ну, я бы сказал, так ни хуже, чем заячья петля, вообще ни разу. Ну, да. Там какой-то, блин, экстренный случай, он скажет, потому что там две фуры на этом перевале. Ну, как-то разъезжаются, слушай. Причем та полностью остановилась, смотри. Ну, они, видимо, по рации сказали друг другу, что типа стоялись. Типа, да, чувак, я еду с горы. Да, а ты на горы. Ты сработи муку. Шел, шел, шел. Тихо, блядь. Нормально занесло, да? Да, это было сутверно, ну ладно, скажем вам спасибо, надеемся, он нам поможет. Это чуваки, 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 чуваки. Направо ныряешь всю группу, навстречу фуры сейчас нам проедет. Да ладно. Да, ну, нам далеко еще, но она едет. Мы вот здесь останемся, нафиг. Пускай она проедет. Внимание, опасный участок, еще впереди 4 километра, что так много-то? Может подвинемся? Нет, подожди, стой, 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 он тормознет, я думаю. Надо подвинуться, чтобы он тоже мастер хотел. Тихо, 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 что-то идет. А, это машина, слава богу, не фура, господи. Господи, что она маленькая. Слава богу, я думаю, все, чуваки, мы... Ну, куда деваться? Мы, наверное, разошлись. Спуск с перевала, он должен быть очень аккуратный, потому что если ты с перевала нажмешь на тормоз, у тебя слева обрыв, но справа обрыв, там слева у тебя скала, и тебя потащит машину, то как бы вероятность того, что при самых благоприятных условиях ты ее разобьешь оскальник. А при неблагоприятных условиях тебя потянет дальше, а внизу под 90 разворот и, собственно, прямо тоже обрыв. Поэтому просто нужно не терять длительность постоянно. Фура стоит спереди на аварийке, и человек вышел с фонариком, и что-то дымится сильно. И воняет, горело, может, все еще дало. Да, у него что-то загорелось, короче. Что у вас случилось? Тормоза, тормоза, тормоза сгорели. А, тормоза сгорели? А то мы едем и чувствуем, что пахнет чем-то. Спасибо большое, ладно. Все, давайте, удачи вам, удачи. Удачи. Ночь, полдевятого, мы доехали до Уснеры, и мы нашли единственную гостиницу, называется она Солнечная. Я ни разу в жизни не останавливался в гостинице, в которой, внимание, рейтинг, сколько? 1,6. 1,6 из пяти. Смотрите, а где гостиница Солнечная? Это она? Спасибо. Это 86. Это она. Можем вот туда в коробке лечь, в принципе? Ну серьезно? Ну поехали, что? Кто поставил один рейтинг? Сколько? 0 должно быть. Скажите, пожалуйста, у вас есть номера на троих? В гостинице. Одна с троя. И одна в гостинице. Одна с троя. Можно кровать туда поставить? Нет. С какого перепада? Соглашусь. Правда. А куда деваться? Соглашусь. А можно поставить номера? А что это смотреть? У вас выбор здесь? Нету. Ну, опять соглашайтесь. Хорошо, соглашаемся. Ну, получается, соглашаемся. Получается, соглашаемся. Это самый топовый. А у вас выбор здесь? Что это было? Я таких уверенных людей в жизни не видел. Мне кажется, у нее яйца больше, чем у нас троих вместе. Просто она нам просто на лицо села только что. А можно номера посмотреть? А что их смотреть? У вас что, выбор есть? Слушай, топчик. Бро, вопрос. Какой рейтинг 1.6? Накинулись в комментарии. 1.6? Тут даже пахнет какой-то ванишкой вкусной. Чуваки, да... Тут тепло. Good view. Хайлик под окном. Смотрите, ну 4 из 5. Прям, ну, не 5. Ну, если была бы спинка устуривала, было бы 5. Но... Бро, ты уже подмираешься. Полин, идеально не бывает. Идеально не бывает. Вот эта комната, вот эта вот, где мы сегодня будем спать, это колыма. Гостиница Солнечную Снера. Пятерочка. Чуть твердая. 5 звезд. Это с авансом, если спинку к стулу прикрутят. Если спинку к стулу прикрутят, идеально. Контент, который мы даже не рассчитывали, что будет такой. Мы даже не представляли, что это будет настолько интересно и круто. Мы сейчас отдыхать, постараемся отдохнуть. Мы завтра встаем в 7 утра, чтобы показать вам действительно, ну, как, по-моему, как я читал по истории, действительно шокирующие поселки. И дальше к Магадану останется всего одна остановка. И мы практически преодолеем эту, ну, самую страшную, самую жесткую трассу Колыма. Все, увидимся завтра. Доброе утро! Мы проснулись в Уснере, замечательно выспались. Всем рекомендуем. Гостиница солнечная. Просто! Смотри, обшивка замерзла. Обшивка снизу замерзла. Прикиньте, какие тут морозы. Ну, самое главное, Халик наш, Зайка. Работает, и мы отправляемся в путь. А у вас колесо от мороза лопнуло? Ага. От мороза лопается колесо? Это чисто от мороза. Амфикит мороза. Извините, извините, не отвлекаюсь. Не отвлекаюсь. От мороза не выдерживают покрышки. Ладно, погнали, нам надо заправляться и мчать. Сегодня сложный день. Слушай, мне кажется, знаешь, чем дальше мы едем, чем реально жестче. И морозы, и начинаются перегреваться тормоза. Резина лопается. Блин, слава богу, что у нас хайлюкс, реально. Фура заправляется. По 98 рублей. Объем 120 литров уже на 11 тысяч. Тут дизель стоит 98 уже. 14 700. Это самый дорогой дизель на Колыме. Я просто не успел включить камеру. Она сказала, что, ребята, у вас подогрев топлива есть. Я говорю, нет, нет. Она говорит, я вас не буду заправлять, попробуйте на другой. И топливо при этом стоит 98 рублей. Здесь нас встретил какой-то лютый мороз. Сейчас идем. В одной заправке нас не заправили, потому что она практически укуплива. А где у вас арктическое топливо? На какой колонке? Первая. Первая. Первая! А сколько у вас литр стоит? 109 рублей. 109, да, рубля? Спасибо. 109 рублей. 109 рублей литр дизельного топлива. 4700 за 40 литров. Коптер просто отказывается летать. Смотри. Все, коптер умер. У Снеры не подснят, ребят. Извините, если сейчас без пейзажа у Снеры, то вот квадрокоптер умер. Первый раз у нас за все путешествие такое. Градусник номер один, минус 40. Он лег, больше не показывает. Градусник здесь. Лег, но он больше не показывает. Стрелка, видите, даже меньше, чем вниз. У нас есть еще один градусник электронный. Проводок, вон, Димка вывел за окно. Он показывает LLL. Это означает, что он показывает свыше 50 градусов, а вернее ошибки уже удают. Тысячи километров по самой опасной дороге в мире есть. Тысячи километров пройдено. Осталось всего тысяча. Очередной опасный участок. Написано, внимание, опасный участок, прижим. Сразу фура замерзшая. Сразу фура замерзшая здесь стоит. Сколько здесь опасных участков? Можно просто со счета сбиться, да? И это даже еще не конец. Мы сейчас едем за какой-то фурой, в которой не включены стопы или что? А, вот видно его стало. Наконец-то его стало видно. Да, поднять его как можно быстрее. Афигеть. А там туман. Вот, уверен. Давай быстрее, 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 быстрее. Так, Хайли пошел. Ой-ой-ой, хорошо. Просто из-за того, что у него очень тусклые стопы, его вообще не было видно. То есть ты вот ровно за 2 метра до машины ее начинаешь видеть. Существует огромное количество воспоминаний бывших заключенных, которые прошли колымские лагеря, которые рассказывали, собственно, про вот эти вот тяжелейшие работы. На самом деле я тоже был в Магадане. Я был в июне, и мы попали в июне в Снежный Буран. И я не знаю, как они на самом деле все это делали. Во-первых, мне кажется, люди раньше были покрепче. А во-вторых, что касается именно зимней трассы, то вы сами видите, что она до конца не асфальтирована. Точнее, не то, что до конца, она вообще не асфальтирована. То есть до сих пор это все-таки какая-никакая грунтовка. Во-вторых, это вечная мерзлота. Почвы вечной мерзлоты очень подвижны. Любое количество асфальта, который ты туда завезешь, просто рассыпется через 1 год, через 2 года. Мы повернули сейчас трассы Колыма на самый легендарный город-призрак. Вообще, всей этой трассы называется он Кадыгчан. Проживало здесь практически по разным данным 10 тысяч человек. Официально заброшен с 2010 года, законсервирован. Мы просто хотим увидеть сами, своими глазами это легендарное место, потому что город просто, ну, не знаю, там за пару месяцев 5 тысяч или, ну, там 5-10 тысяч человек просто уехали одновременно и оставили дома, квартиры, машины, все на своем месте. То есть выглядит со стороны этот город в интернете нереально просто. Все обозначения, которые есть в обычных городах жилых, тут тоже есть на карте. Все есть, да? Поликлиника, больница, колледж, начальная школа. Давай в поликлинику зайдем, посмотрим, что там осталось. Я такого никогда не видел, чтобы целый город вот так вымер. Такое волнительное, если честно, зрелище. Просто по коленам. Это такой, да, момент, когда идешь и думаешь, дом вообще нормальный. Правда, можно заезжать и жить в нем. Слушай, ну, блин, это детский садик был. Вот так вымирают города, да, на Колыме. Чего делать будешь, если такой выглядываешь, что там человек такой машет? Я просто не понимаю, для чего в целом это делать. То есть тут же, когда все съехали, я сомневаюсь, что все просто все лучше начали, типа когда съезжали. Не, ну люди пришли сюда и разграбили все. Тут даже все по участкам расписано было, да? То, какой участок врач-педиатр Смирнова. Ладно, посмотрели больницу, сейчас пойдем в квартиры смотреть. Веркенде просто представить сложно, что в 70-х, 60-х годах этот город обеспечивал углем практически всю Магаданскую область. И самое главное, что здесь реально жило около 10 тысяч человек. Просто представить невозможно. Городу всего чуть больше 60 лет. И все, он застроился и уже полностью разрушен. Кстати говоря, слышишь, здесь очень интересный факт. Официально здесь прописано 4 человека до сих пор. Да ладно. Это колледж. Здесь раньше дети учились, молодежь. Но тут все разрушено. Просто все. На самом деле, теперь этот дом максимально похож на всю Колыму. Питая при однородных членах предложения. Там что-то звук. Печет, пал. Тут или птица. Лиза, пойдем. Вот там, сихало. Что? Меня испугало там. Что испугало? Не знаю. Смотри. А! Спортзал. А, да, птица здесь. Ну, короче, или сцена тут. Мне кажется, тут сцена. Ну, скорее всего, да. Мне всегда больше всего нравится, как вот стулья стоят посреди комнаты. Без ничего. Вообще говорят, что каждая заброшка почему пустая? Туда все приходят на экскурсии как бы. И каждый хочет что-то на память с собой взять. И каждый человек, который приходит, по одной вещи уберет. И по итогу через 20 лет ничего, естественно, не оставит. Настоящий шок в Италии, потому что Кадыкчан просто не то, что город, а умерший город. Просто какая-то, тут даже пахнет тустотой какой-то. И безмятежностью. Просто вообще ничем, да. Ну, то есть тут абсолютно... Стерильно. Стерильно, да. Идеальная фраза. Холод, мороз. И очень сложно представить, что еще буквально чуть больше, чем 20 лет в этом городе кипела жизнь. Было очень много школьников, люди занимались спортом. Люди жили счастливо. А сейчас просто одни руины, все разворовано. И миф о том, что здесь осталось что-то целое, нет. Здесь все разрушено, все разворовано. Кадыкчан теперь выглядит так. Мы едем дальше. У нас самое главное это доехать всю трассу до Магадана. Погнали. Сегодняшний день у нас заканчивается в поселке Ягодном. Сейчас время уже 7 часов. Мы уже преодолели второй часовой поезд. То есть уже плюс 2 часа. То есть, грубо говоря, у нас с родственниками сейчас из Москвы 8 часов разница. А когда в Якутию мы прилетели 6. У меня такого еще ни разу не было. Чтобы я сел на машину и просто 2 часовых поезда бам-бахнул. Это жестко. Нам осталось 50 минут до поселка Ягодного. Там мы отдыхаем. Это наша последняя ночлежка. Надеемся, ничего не произойдет и все будет хорошо. Слушай, ну цивилизация, первый раз. Свет. Свет. Подсвечивается дорога. Ищем наш хостел. Единственное место, где мы можем остаться на. Здравствуйте. Здравствуйте. Я звонил вам. Наверное, не вам. Так, это вот здесь давно жить будем? Да. Тут уже один человек какой-то живет. Я живу. А, вы живете? Ничего себе. Я живу, я охраняюсь. А, мы с вами будем жить. Кто что потянет, кто что это. А, вы с нами живете. Все хорошо как, а? Нормально. Да это место, по-моему, выигрывает даже почему-то солнечного гостинства. Солнечный как бы, да, опасность. Короче, сейчас пойдем вещи заследим. Ну так как девушку у нас все-таки какого-нибудь снимать не будем там, да? Ну да. Да, поэтому завтра нам надо встать в 7 утра и выезжать. Сейчас быстро вещи забираем, перегружаемся и отдыхаем. Как ей было сложно! Как ей было сложно, Зая! В Москву приедем, больше вообще тебя мучить не будем, Зая! Ты слышал, как ей было сложно? Да. Короче, это из-за того, что ночью она подогревалась обершпехером, а кумчик немножко подохренел, и ему сейчас очень тяжело было провернуть движок. Едем в Магадан! Как замерзает машина? Крутишь колесико, и она только потом понимает, что вообще происходит. Тойота слова плохо. Минус 37 здесь. Уже потеплело чуть-чуть, минус 37. Мы едем с открытыми дверьми, потому что двери еще не закрылись, машина не прогревается, машина просто полностью заморозилась. Мы все пристегнуты и держим двери. Ну и двери все открыты, потому что они просто не закрываются. Но мы уже на трассе Колыма, едем спокойненько, никогда не повторяйте это, мы соблюдаем все правила дороги. Короче, Леха пошел пытаться снаружи закрыть двери, потому что мы едем, и на ходу их очень сильно продувает во все щели. Что, все закрыли? Ну-ка, там вниз воды. Да, все закрылись. Все закрылось. Да! Ты герой. Есть, есть, все, дорога в Магадан. Стратегия сработала. Давай, дорога в Магадан, родные. Поскольку мы сейчас живем как бы при капитализме, да, капиталистически выгоднее осваивать эти территории вахтовым способом. Просто и не тратить людской ресурс, то есть непосредственно людское здоровье, людские жизни, на то, чтобы осваивать те места, которые не приспособлены к человеческой жизни, то есть именно Заполярье. Какие вот ледяная лужа? Какая-то ледяная лужа. Что-то видишь? Это что? Да, это чисто вода, прикинь. Просто, ну, лед такой полузастывший. Тут, тут прям вода, прям, ну, прям вода. У нас замерзли все колеса моментально. У нас осталось, не спрашивайте, откуда водка на 56 градусов. В смысле не спрашивайте? Все смотрели ролик про Якутск. Короче говоря, будем пытаться этой водкой сейчас растопить лабашку, потому что тоже другие варианты у нас есть. Так что раз весет она, блин, минут 38, у него не супер теплее становится. Коротко о том, трасса Колыма. Вот так просто машина замерзла, наверное, заглушили ее, она замерзла. Выглядит это все очень, не так, шутко. Очень не хочется оказаться на автокрессе. Чувак, у нас осталось 400 километров. Всего 400 километров, и мы выйдем из этой самой жесткой, опасной дороги в России. Мы приехали в город Укан. Это вымирающий поселок. Осталось жить здесь 800 человек. Но выглядит со стороны он просто жутко, да? Нет, знаешь, когда вот город полностью вымерший, как, например, Катакчак, это как-то выглядит просто, что он просто заброшен на город. А когда понимаешь, что тут кто-то живет, реально, типа, каждый день здесь стоят, ходят куда-то на работу, хотя куда-нибудь, где не работают вообще. Это тоже советское время был очень богатый, классный город. Здесь много чего добывали, были заводы, а теперь вот все, все вымирает. Представляете, в городе Артукан, который сейчас просто вот на грани вымирания, воспитался чемпионом мира в легком весе. Хворобов, да? Да, ну, родился. Родился, представляешь, родился в этом городе. Так, нам нужно заправку, правильно? Она будет по левой стороне сейчас, но написано, что она не работает. Проверим, если она не работает, то мы обсохнем до Магадана. А больше заправок нет до Магадана? Ни одной. Ни одной? Вообще нет. Вот это единственная заправка. Да, закрыта до понедельника. А сколько заправок вообще, ой, сколько до Магадана ехать? 400 километров. 400 километров? 400 километров ни одной заправки? Нет. Ну, чтобы просто не врать, написано закрыто до понедельника, видишь? Ребята, не может быть. Что именно закрыто до понедельника, если сегодня, что среда? Ну да. Они единицы закрываются? А все честно? Честно. Кто, ну, как бы, профокапился тут заправить? Да в чем я профокапился? Вот написано, закрыто до понедельника. Ты ей говорил, что она не работает. Я не говорил, что она не работает. Я говорю, что она написана в навигаторе. Я ей сказал, что она не работает. Вратан заправляю, я пошел. Пенс по 86 рублей. Это последняя заправочная точка. В Магадане мы посчитаем, сколько вышло проехать трассу Колыма. А ценник тут просто больной. Нам осталось до Магадана 390 километров. Никита придумал челлендж, чтобы до Магадана было веселее ехать. За окном минус 38. Так, правильно ли я понимаю смысл челленджа? Мы сейчас выключаем полностью печку и едем в минус 38. Посмотрим, что с нами будет. Окей, и через сколько? Секундомер. Раз, два, три. Выключаем. Все, лихонечка. Все честно. Все честно. Ребят, ставьте ставки, пишите в комментариях, сколько времени мы продержимся. Или сколько машина продержится, она полностью когда замерзнет. Интересно. Я не понимаю, как вообще утеплиться, что сделать. Да, но начинает дуть. Прошло 6 минут, ну 36, 6 минут, 36 секунд. Это мясо просто, коленки в кашу. Коленки просто говорят, ребят, вы что делаете? Ощущается, как будто прям уже холодно реально. Дим, там точно 13? Ну просто у меня тут холод. Может, это минус 13? Что здесь? О, пошла, родина. Просто у меня тут прям холод. Столько? Ну до минуса дойдем, ребят, давайте в The Grandi Challenge. Итак, 23 минуты мы продержались, температура в кабине. Минус 14 градусов. Че, тепло. Достаточно, считаешь? Да, достаточно. Чтобы было понимание, насколько Колыма жесткая. Если ты действительно нуждаешься в экстренной помощи, ты заходишь сюда, греешься, там есть связь и вызываешь МЧС. Первый раз на дороге такое вижу. На Колыме это действительно жизненно необходимые такие контейнеры. Вот мы первый раз его встретили, но это, конечно, очень круто. А до Магаданда осталось чуть больше, чем 150 километров. Минус 25. Просто кажется, что мы фанапу въезжаем. Да, кажется, вот реально на контрасте, кажется, как будто просто такая жара. Это первый раз за долгий период, как мы находимся реально в этом краю, в этом холодном краю. Минус 25 мы еще не ощущали. Это так тепло, оказывается. До Магадана осталось совсем чуть-чуть, и мы преодолеем самую опасную трассу в Магаданде. Знаете, что меня больше всего шокирует? Вот больше всего, от чего я в шоке. Осталось 84 километра до Магадана, и на протяжении всей трассы мы не встретили ни одного полицейского, ни одних пожарных, одну скорую помощь и ни одного ДПСника. Чего бы ты ни делал на Колыме, ты можешь делать абсолютно все. Без прав кататься, пьяный, все, что хочешь. Тут тебя не оставляет никто. Но делать так не надо. Нет, делать так ни в коем случае не нужно. Представляете, насколько здесь... Беззаконие. Беззаконие. Чуваки, это самая жесткая трасса в моей жизни. Самая жесткая. Сейчас главное доехать из-за... Главное доехать к финишу. У нас осталось совсем чуть-чуть, нам осталось 5 километров. Сможешь ли ты проехать 2000 километров по самой опасной дороге в России? Колыма. Мы доехали по самой опасной трассе Колыма. Просто Якутск-Магадан, 2000 километров по самой жесткой трассе, два часовых пояса. От минус 57 до минус 19 мы это сделали. Нагаевская бухта сзади, пишите абсолютно любое место нам, в России, в мире, мы обязательно сделаем это. Теперь нам все по зубам. Нам все по зубам. Ребят, я надеюсь, вам понравился этот ролик. Подписывайтесь, пожалуйста, на Никитоса, на меня, на Димчика тоже. Просто сил нет. Мы заканчиваемся и возвращаемся в Москву, и будем снимать для вас еще более топовый и крутой контент. Чуть не забыл, я же обещал рассказать, сколько мы потратили на бензин в эту поездку. Видео будет в моем телеграм-канале, ссылка в описании под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok